Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас в Доме Знаний. Сегодня у нас шестой вебинар по риторике, и вести его буду я. Зовут меня Рамазанова Патти Казихановна. Мы продолжаем разбирать тему подготовка к публичному выступлению. Мы продолжаем учиться готовиться выступать публично. Мы уже знаем, что прежде чем выступить, оратор должен обязательно определить тему своего выступления, обязательно должен определить цели выступления и обязательно должен узнать свою аудиторию, то есть перед кем он будет выступать. Кроме того, мы теперь знаем, что оратор должен изучить литературу. Мы уже знаем, что являются источниками нахождения нужной информации, где можно найти нужную нам информацию, как нужно работать с литературой. И мы знаем, что такое выходные данные книги. Кроме того, мы знаем, что после того, как мы собрали материал, обязательно нужно построить свою речь. И основными элементами построения речи являются вступление, основная часть и заключение. Мы говорили также о том, что обязательно оратор должен писать свой текст выступления и какие преимущества имеет написание текста. Итак, перед нами уже написан текст нашего будущего выступления. Но на этом подготовка к выступлению еще не завершилась. Сегодня мы будем говорить о таких этапах подготовки, как репетиция и, кроме того, о умении настроиться психологически к публичному выступлению. Я не случайно на слайдах показала вам фотографию Гитлера. Гитлер, несмотря на то, что является очень одиозной личностью, признается одним из лучших ораторов первой половины 20 века. И для Гитлера ораторские способности – это неврожденные. Он постоянно работал над собой, он постоянно совершенствовал свое ораторское мастерство. На подготовку каждого выступления у него уходило около пяти часов. Перед зеркалом он стоял и отрабатывал все свои жесты, движения и мимику. И фюрер хорошо знал психологический аспект убеждения людей, выучил все необходимые жесты и позы. На этом строилась правдоподобность его речей и их убедительность. Политик постоянно совершенствовал свои навыки, а при выступлении описывал основные мысли так, что в их правильности у аудитории сомнений не появлялось. Итак, перед выступлением полезно прочитать речь, воспроизвести ее устно. Это так называемая репетиция – четвертый этап подготовки к выступлению. И репетиция включает в себя несколько видов. Мы разберем, какие существуют виды репетиции, в чем предназначение каждого из этих видов. Во-первых, это мысленная репетиция. Здесь необходимо представить общее выступление в виде отдельных, взаимосвязанных единым замыслом блоков и элементов. Мысленная репетиция представляет собой запоминание основных мыслей в нужном порядке с заучиванием отдельных фраз, оборотов. Следующий вид репетиции – это апробация на малой группе. То есть вы выступаете в присутствии своих родных, знакомых, друзей. Данный вид репетиции позволит вам придать уверенность в собственных силах, обеспечить положительную оценку речи. Конечно же, ваши близкие, ваши друзья могут высказывать вам замечания, но замечания нужно высказывать в доброжелательной форме. Кроме того, данный вид репетиции позволит вам учесть все вопросы, которые могут возникнуть у реальных ваших слушателей. То есть если вам зададут вопросы ваши близкие, значит эти же вопросы могут задать аудитория, перед которой вы будете выступать. Поэтому здесь вам нужно подготовить как можно больше аргументов, цифр, статистики, фактов, подтверждающих истинность ваших тезисов. Следующий вид репетиции – аудиотренаж. Ее желательно провести с записью на диктофон, представляя при этом реального слушателя. Цель такой репетиции заключается не только в том, чтобы проверить свою память, не только в том, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете текст, но и проверить правильность ударения, то есть как правильно вы ставите ударение в словах, созвучность слов, правильность интонации, логического ударения, то есть насколько правильно вы выделяете ключевые слова в той или иной фразе. Кроме того, вы, слушая себя со стороны, видите, насколько вы убедительны, насколько вы эмоциональны. Вы слышите, то есть, себя со стороны. Но существует еще один вид репетиции, где вы можете у себя не только услышать со стороны, но и увидеть. Это четвертый вид репетиции – видеотренаж. Здесь отрабатываются кинетические приемы, то есть вы обращаете внимание на эстетическое, выразительное соответствие жестов, мимики, позы, движений, содержанию речи. И если вы видите недостатки, то их вы уже устраняете, работая перед зеркалом. Конечно же, в ходе репетиции, прежде всего, вы готовите себя к выступлению психологически. То есть, ваша задача – достичь состояния внутренней уверенности, готовности изложить материал с наибольшей эффективностью. И вот репетиция, она помогает обеспечивать начинающему оратору контроль над чувством страха. Ведь человек – это не только существо разумное, говорящее, он сохраняет свою связь с предками. Поэтому жизненно важные, критические ситуации, опасность вызывают у него, как и у животного, целый комплекс психических, физиологических реакций в совокупности, называемых состоянием стресса. И вот, чтобы бороться с многочисленными проявлениями стресса, нужно различать его основные причины – страх и волнение. Каждый нормальный человек волнуется в соответствующей ситуации, но не каждый боится. Страх, ребята, – это эмоция подавляющая, угнетающая психику. А волнение, наоборот, эмоция тонизирующая и при сохранении самоконтроля даже полезная. То есть волнение позволяет вам быть в ударе. То, что в спокойном состоянии невозможно. И у вас появляется необходимая для успеха речи эмоциональность, а в нужных случаях даже и пафос. Поэтому волнение – это вполне благоприятный для успеха речи фактор. Готовясь к выступлению, вы должны научиться снимать страх, а вот волнение использовать на благо. Давайте разберем, что является причиной того, что волнение перерастает все-таки в страх. Прежде всего, это неопытность выступающего. Кроме того, это факторы, которые связаны с индивидуальными чертами личности. Есть люди, у которых повышенная нервная возбудимость. Здесь, конечно же, нужна работа с собой. Это самоубеждение, самоанализ. А может даже необходимо где-то обратиться и к психологу. Очень часто причиной страха становится желание произвести необыкновенное воздействие на слушателей. И любой другой вполне нормальный, приемлемый результат при такой установке воспринимается как провал, крах. Вызывает у некоторых ораторов страх безразличия или спокойное отношение аудитории, а иногда и даже собственная установка на заведомую неудачу. Самой главной причиной страха – это плохая подготовка к выступлению, незнание темы речи, некомпетентность. Например, у вас официальная беседа, и вы будете себя чувствовать очень плохо, если вы заранее не продумали возможный ход разговора, не определили для себя цели этого разговора и пути достижения этих целей. Оратор обязательно должен основательно, тщательно готовиться к публичному выступлению. Кроме того, он должен дать себе положительные установки на благоприятные результаты выступления или беседы. Должно строить себя психологически, позитивно. Помогает здесь также такой прием. Вы представляете, что вы выступаете перед очень близкими людьми, перед друзьями, и это дает вам возможность чувствовать себя более спокойно, более уверенно. Кроме того, обязательно выпейте перед выступлением стакан воды. Это тоже как бы успокаивает вас. Чтобы не волноваться чрезмерно, главное, конечно же, быть хорошо подготовленным, еще раз это скажу, и знать предмет речи. Репетиция гарантирует говорящему настоящую внутреннюю уверенность. И в заключении я хотела бы отметить советы опытных ораторов. Их использование позволит вам успешно выступить перед публикой. Итак, первое. Настройтесь на аудиторию. Второе. Выясните, отвечает ли содержание в вашей речи интересам аудитории. Если ваши интересы расходятся, попытайтесь навести мосты взаимопонимания. Поднимите здесь общие проблемы, общие интересы, то, что вас может связывать, то, что будет интересно и вам, и публике. Дальше идем. Ваш взгляд должен быть направлен на слушателей. Ни в коем случае не избегайте взглядов, направленных на вас. Не смотрите в одну точку. Прежде чем начать выступление, обведите взглядом аудиторию, как будто хотите убедиться в том, что она готова к восприятию ваших слов. Очень часто ораторы допускают такую ошибку. Начинают смотреть или в окно, или какой-то там в потолок, как бы стараясь избегать взглядов аудитории. Это ошибка. Вы должны зрительно контактировать с аудиторией. Некоторые ораторы выбирают часть публики, которая их внимательно слушает, это первые ряды, и выступают, контактируя зрительно только с ними. Вся остальная часть аудитории остается вне поля внимания. Это тоже ошибка. Нет. Вы должны свой взгляд направлять на всю аудиторию, то есть в поле вашего внимания должны быть все слушатели. Переводите свой взгляд с одной части аудитории на другую аудиторию. Теперь я упустила еще третий совет. Держитесь во время выступления уверенно, реконструируя твердую убежденность в своих словах. Пятый совет. Начинайте говорить только после того, как установится тишина. Шестое. Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, после которого должна последовать секундная, а в случае необходимости более длительная пауза. Обратите внимание, этот прием всегда очень хорошо использует Владимир Владимирович Путин, который признается одним из лучших ораторов конца 20-го, начала 21-го века. Обращаясь к россиянам, он всегда говорит, дорогие соотечественники. После этого следует секундная пауза, и только потом он начинает свою речь. С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией аудитории. Следите за четкостью речи, не говорите слишком быстро и ни в коем случае не говорите монотонно. Если вы заметили, что часть аудитории невнимательно слушает вас, обратите свой взгляд именно в ее сторону, как будто вы обращаетесь именно к ней. Провокационные реплики не должны выводить вас из состояния равновесия. Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с места раздаются провоцирующие выкрики. Скажите, что после выступления охотно ответите на любые вопросы. Этим вы выиграете время, чтобы настроиться на дискуссию. Кроме того, в ходе вашего дальнейшего выступления все или часть дискуссионных вопросов могут быть сняты, так что надобность дискуссии сама по себе отпадет. И последнее. Ни в коем случае не подавайте виду, что речь дается вам с трудом, что вы устали и в какие-то моменты чувствуете себя неуверенно. Ребята, я хочу рассказать вам и об ораторских приемах Стива Джобса и Уинсона Черчилля, позволивших им стать известными ораторами. Стив Джобс – ярчайший пример того, что ораторское искусство – один из необходимых навыков в сфере бизнеса. Его искусство презентации до сих пор является эталоном для многих последователей. Он считал, что уверенная и четкая речь – залог успеха продаж. В своих выступлениях он намеренно оставлял несколько вопросов без ответа, чтобы завести диалог со слушателями. Он ходил по сцене, шутил, предугадывал вопросы аудитории и стал примером того, что ораторское искусство мега-необходимо в сфере бизнеса. Стив Джобс – настоящий профессионал по пересадке мыслей и чувств в умы аудитории, а значит, отлично владел ораторскими приемами. Итак, советы Стива Джобса. Первое. Подготовка к докладу только с помощью бумаги и ручки. Это дает возможность получить большую ясность и результативность в работе над выступлением, нежели цифровое изложение мыслей в аналоговом мире. Второе. Начинать речь со страты. Третье. Использование смешной шутки в начале речи помогает завладеть вниманием аудитории. Третье. Строить выступления на основании примера, подобности, сравнения. Четвертое. Приветствуются конкретные примеры, дающие простой ответ на сложные вопросы. И доклад обязательно должен быть искренним. Аудитория сразу чувствует фальшь. Пятое. Использование паузы поможет создать между оратором и зрителями атмосферу доверия. В таком случае в конце каждого блока информации у слушателя остается время на реакцию. Подобный прием позволяет выделить важность сказанного. Шестое. Текст и структура великолепной речи проста. Если поднимается какая-то проблема, то обязательно присутствие ее решения. Седьмое. Для придания художественности, логичности и особенного стиля целесообразно применять риторические вопросы и цитаты. И восьмое. Хорошая речь, живая, понятная, неофициальная, построенная как диалог между слушателями и оратором. Не надо ничего навязывать слушателю. Достаточно предложить. Нужно говорить с аудиторией, а не вести с ней дела. 12 июня 2005 года перед выпускниками Стэнфордского университета Стив Джобс произнес речь, которая впоследствии стала легендой. В ней великий оратор поведал о том, что же является основным в жизни. В 15-минутный доклад был помещен огромный смысл и пища для раздумий. Речь, произнесенная перед выпускниками, блистательна и полезна одновременно. На удивление хороша. Ее можно считать образцом ораторского искусства. В докладе Джобс использует мощное начало, заключающееся в похвале и смирении. Комплимент аудитории – смиренное признание, что сам он ничего не окончил колледж. Правила трех. Одно и то же слово или словосочетание используются в трех предложениях, следующих друг за другом. Множество, обилие оборотов речи, таких как сопоставление противоположных слов в параллельной структуре, повторяемое словосочетание в начале двух предложений подряд, многократное повторение фразы для усиления ее эффекта. Стиль речи простой и близок к разговорному. И, конечно же, открытость. И следующий оратор, о котором я хочу сказать, это Уинстон Черчилль. Именно ему принадлежат слова о том, что величайшим талантом является ораторское искусство. Британский политик обладал дефектом речи, но шепелявость не помешала ему стать волнующим сердца вещателем. Он не боялся проявлять эмоции в своей речи и знал силу юмора, грамотно используя его во время своих выступлений. И отсюда вывод – эмоции, юмор – это естественность и уверенность оратора. Ну вот и все, ребята. Теперь мы знаем, как нужно готовиться к публичному выступлению. Знаем приемы привлечения внимания, секреты успешного выступления. Я желаю вам успеха. До свидания. До новых встреч в Доме Знаний.